Приветствую вас. Я бы не сказал, что здесь можно обойтись советами, потому что ваша боль, она связана не с конкретной мужчиной, а с тем, как вы себя, в принципе, позиционируете, и она связана с тем, как вы, в принципе, к себе относитесь. Ну, связана с тем, с каким посылом вы пришли в отношения. То есть, имеется в виду, что вы уже пришли в отношения изначально с очень заниженной ценностью себя. Давайте посмотрим, что вы написали. Так, встречалась с мужчиной, встречи были редкие, интимного характера. Значит, когда познакомилась с этим человеком, сразу понимала, что ему нужен только секс. Как понял это? Такие отношения не устраивали, сказал ему об этом сразу, но он убедился, что это не так, я не поверил, и общение прервало. Вроде бы все здесь логично. Есть у вас ценности, вы их продвигаете. Супер. Дальше. Спустя какое-то время я поняла, что мне нравится, и общение продолжил. Вот здесь вы, собственно, снимаете себя при ответственности. Я поняла, что мне нравится, да? Я не разобралась, что именно я чувствовал, да? То есть, что это децентация. Общение я решила продолжить. Как бы, что? Вы ему поверили? Что произошло здесь? Это один из ключевых моментов. Вы ему поверили, вы решили продолжить. Ну, вы говорите, что общение продолжилось. Но не продолжилось. Вы его продолжили. Вы решили его продолжать. Дальше вы пишете, между нами был интимный раз. Опять же, это ваше решение. То есть, я не очень здесь вот понимаю, в какой момент вы решили, что ему можно верить. Вот в какой-то момент вы, ну, совершенно очевидно, в какой-то момент вы так решили, что ему можно верить. Я просто хотел бы этот момент уточнить, да, вот, в какой момент вы решили, что ему можно верить. Почему вдруг вы посчитали, что не правы сами насчёт, ну, вот, насчёт мужчина. Я скажу, я скажу, в какой момент, и скажу почему. В тот момент, когда выяснилось, что ваше желание сильнее, чем ваше ценность. Ну, вопрос. А вопрос знаете в чём? Что это за желание? Вопрос в том, что это за ценность? Ну, ваша ценность, вот что это такое? Что они из себя эти ценности представляют? Вот какой важный момент. Вы на это практически никакого внимания не обращаете, от слова совсем, от слова вообще. Вы не обращаете на это внимания. И вы говорите, мужчина исчез. Ну так, он был на поле. Вы поняли сразу, сразу, что ему нужен секс. Только он вас убедил, что это не так. Извините, а что он должен был сказать, что это так? Согласиться с вами и посреди вас. Как это должно работать? Вот. И вы говорите, теперь мне больно, я чувствую себя использованием. Я боюсь, что вы себя не использованием чувствуете. Я боюсь, что вы неосознанно сделали себя использованием, чтобы сейчас иметь возможность себя жалеть. И таким образом проявлять любовь к себе. А другому способу проявлять любовь к себе важно. По-другому вы себя не любите, скорее всего. Чувствуете себя неудовлетворенной, пустой, неполной. Может быть, что вы живете жизнь зря. Что же такое? Понятно, что я могу ошибаться. Могу ошибаться в каких-то моментах. Я не претендую, вы не подумайте. На истину я не претендую. Сейчас это больше мои предположения только лишь. Но это предположения, которые продиктованы опытом. Такой мой опыт. Что по сути, по сути, это было в какой-то степени предопределено заранее. Ведь мужчина вам по сути сразу дал понять, что хочет только секс. И вы даже сначала его оттолкнули. Но он вам понравился. Вы говорите. Вы задайте себе вот этот вопрос. Мне понравился мужчине, который хотел только секс. в комментариях. Вот. То есть вам больно того, что вы попробовали переложить ответственность за свои желания, не очень понимая, чего вы хотите. Вот. Не очень понимаю, как вы приходите к идее, что вас использовало. Потому что, ну... вы когда с ним вступали в интимную связь, вы не допускали, что он может исчезнуть. Вот совсем ни единой мысли не было, что он может исчезнуть. Или как. Но почему-то мне в это верится с трудом. Допускали. Но решили не продавать этому значение. Вот. Так что ваша боль, безусловно, важна. Но связана она, по моему мнению, отдельно с тем, что вас использовали. Вас не использовали. Вас не насиловали. Тихо. Вы поверили человеку, потому что захотели поверить. Никаких объективных причин для того, чтобы ему верить в вас не было, кроме его слов. И он вам нравился, и вас в спорку к нему тянет. Вот ключевой момент. Вас к нему тянет. У него есть что-то, чего нет у вас. Он может вам дать что-то, чего вы всегда не можете сами. Это ресурс. Понимаете? Это определенный какой-то ресурс. Которым вы себя сам обделяете. Почему-то. Вопрос, конечно, заключается в том. Почему вы себя обделяете этим ресурсом. Что это за ресурс? Вот. Как бы это. Это важнее все моменты. Ну вот. Пока что вот. Такая получает карта. Поэтому помочь вам. Прожить боль. Это первое. Чтоб вы прожили ее. Увидели что. Какая история за ней стоит. Два боли. Ваши. Какой конфликт. На самом деле. В ней. В этой боли заключены. Что там. Что там. Еще есть. Помимо боли. Ну то есть. Какие. Какие. Чувства. Еще присутствуют. Помимо боли. Вот. И уже. И уже. Вот. Уже. Тогда. Действовать. Уже тогда. Смотреть. Как. И что делать. Каким образом. Над собой работать. Какие. Чувства. Вы себя становляете. И так далее. Вот. Как-то так. Таким образом. Я сейчас. Эм. Скажу. Немножечко. Такую вот. Эм. Может быть не очень вам. Приятную вещь. Эм. Но. Ваша боль нужна. Вам. И нужна вам для того. Чтобы. Чтобы вы. Смогли. Лучше себя понять. Ваша боль нужна вам. Сейчас. Чтобы. Вы задумались. Над. Над тем. В какую сторону. Вы движетесь по жизни. В отношении с мужчинами. В отношении к себе. Ваша боль нужна вам. Для того. Чтобы вы. Обратились. За помощью. Чтобы вы. Начали заниматься психотерапией. Например. То есть. Эта боль. По факту. Ваша возможность. Ваша возможность. Вырасти. Возможность вырасти. В этой ситуации. Вопрос в том. Вы хотите ли вы. Или будете. Бежать. Дальше. Так же как. Бежал до сих пор. Будете. Будете пытаться. Избавиться от этой боли. Чтобы не болел. Не болело. Но. Вы это. Не изменитесь. Вы это. Останетесь прежней. Вы это. Будете действовать. Так же. И. Мужчины. И. Мужчины. Которые. Будет встречаться. Будет действовать. С вами. Так же. Потому что. Вы себя. Обесцениваете. Обесцениваете. Вот. А они. Обесценивают вас. Видя. Что. Можно. Знаете. Какая штука. Какая штука. Видя. Только. Не совсем. Психически здоровый человек. Вот. Или и бомбажный. Человек. Стал бы. Предлагать. Всем женщинам подряд встречаться ради секса, верно? Такие люди знают, кому плюс-минус, можно такие встречи предлагать. Кто выглядит потерянным, кто выглядит неуверенным, кто выглядит так, как будто ему тяжело с собой, некомфортно с собой. Кто не выглядит целеустремленным. Понятно, что я здесь немножечко ситуацию обращаю, в жизни все немножко сложнее, мягко выражалось, но тем не менее, тем не менее, ситуация именно такова, такова. Поэтому худшее, что вы сейчас для себя делаете, это ищите совет, как вам избавиться от боли. Боли это означает, что вы не потеряли чувствительность полностью. значит, вы можете вполне обратить ее себе на благо. если, конечно, позволите нам помощь, потому что самостоятельно, вы не разберетесь, уровень осознанности у вас очень низкий. потому что у вас и общение началось, и тянет меня к нему. то есть это все про не осознанности. Вы поймите правильно, поймите правильно, да, я вас не обвиняю ничем. нет у меня такой цели вас чем-то обвинять, а не пытаюсь вас обвинять именно. Моя задача, она в другом, скорее, моя задача в том, чтобы показать вам другую сторону, даже не правильную, а другую сторону. и показать вам, что насколько же вам неинтересна ваша жизнь, что пока такое происходит. Можете сказать, как-то мне неинтересна моя жизнь, я живу полную жизнью, но что вы себя подавляете. на этом все, я надеюсь, что вам мой ответ был полезен, надеюсь, вам это было интересно. Надеюсь, что вы для себя выводы определённые сделаете. Надеюсь, что дадите обратный, дадите обратный связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой. что-то позволит вам начать, ну, двигаться вот в сторону своего развития, дальнейшего развития. И, соответственно, сделать так, чтобы ситуация такая больше не произойдёт никогда. Вот. И боль, ваша боль, повторюсь, нужно прожить облако. Удачи! 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 Удачи!